Ну что ж, ну что ж, и всем привет, дорогие котяты, с вами по-прежнему я, Суперкот. Итак, да, это свершилось. Во-первых, анонс обновления 9.8. Это раз. Второе, обновление Бугатиля Байтюрнуар. Ну неужели? Ребята, просто мы с вами ждали и дождались. Помните, я говорил то, что, блин, как бы хотелось добавить сюда какие-нибудь новые Бугатти. И они это сделали. И они еще и новую Бентли добавят, я смотрю. И какое-то эксклюзивное Камаро, и что-то связанное с Формулой 1. А ну-ка, давайте ты к ним посмотреть, и сейчас посмотрим. А она сразу перекидывает на ссылочку. В ютубчике, да? Сто пудово в ютубчике. Ну да, ну да, очевидно. Перевести сейчас на ребят. Надеюсь, меня за это не забанят. Так, сейчас. Надо промотать немножко. Ага, так, вот первая машина. Во-первых, эм... Ребят, это будет также опять-таки новостной ролик. Сомневаюсь, что сегодня буду кататься с вами. Ну, в гонках смысле. А, ну да, давай еще долго грузиться ты будешь. Тогда это вообще будет зашибенно. О! Ну, я же сказал, что Шевроле Камаро. Самая настоящая Шевроле Камаро. Она не карбоновая. Чуть назад. Ну, опять челлендж проходить, это уже очевидно. Так, что-то с Феррари, ну-ка. Так, опять что-то связанное с гонками. Опа, так, стоп. Так, Формула-1. Опять. А, Формула-1, 21 сезон продолжается. Ммм, Сильверстоун. Рейсдэй. СПА и Сильверстоун. О, кстати, вот вам и Бентли новая. 21-ая, Континенталь GT. Опа. Понятно, эксклюзивная серия, окей. Так, ребят, ну, в общем, давайте сейчас я перейду в игру, и уже в игре мы с вами увидимся. Ну что ж, ребята, это было реально классно. Я вообще ожидал, когда, наконец, сюда добавят Бугатти. Причем Лява и Тюрнуар, ну, это прям реально круто. На самом деле. А, еще, о, графику сравнивают. Ну да, графика, естественно, они улучшили ее. Да, тут я тоже смотрел всякое разное еще до съемок других эпизодов. Ну что ж, ребята, будем ожидать с вами это глобальное обновление. Это топ. Это топ. Лява и Тюрнуар. Класс. Будем пытаться с вами заработать ее, конечно же. На другом аккаунте я специально создал другой аккаунт, и попробую там, конечно, тоже заработать эту Бугатти. Мне вот именно, не то чтобы прям интересно посмотреть на Лява и Тюрнуар, кстати, думаю, многие знают из вас эту машину, хотя, наверное, это, возможно, может, кто-то и не знает. Вот, картиночку у этой машины, я думаю, вы увидите там на экране. Да не прям сейчас, а вообще там, когда поставлю, тогда ее увидите, в принципе, так можно сказать. Но здесь они ее сделали чисто под текстуру карбона, но в реале, по-моему, я не видел, чтобы на ней хоть какие-то карбоновые детали. Она, по-моему, просто черная. Но карбон, там не выделяется именно цвет карбона. Но вот в этой машине мне вот именно интересно посмотреть салон. То есть, вот, что ни говоря, из этого обновления мне вот хочется глянуть именно вот на Лява и Тюрнуар, ну и пощупать Бентли. Почему бы и нет, собственно. Просто эта Лява и Тюрнуар, она там у какого-то эксклюзив... Она вообще эксклюзивная до жути просто. И никто не видел салона. То есть, вот как клиент заказал, и все, больше салон никто не видел. Абсолютно никто. Правда, ее уже замечали на обычных дорогах пользования. И вот эти диски, это, естественно, ставится только для показов на каком-нибудь шоу. Шоу, это, на автомобильном шоу, в принципе. А, ну вот это обновление последнее, это, это, ладно. Это можно, в принципе, и не смотреть особо. Нет, на самом деле, на самом деле реально классно. За шлемом. Хм, прикольно. Настоящие автомобили. Ух ты. Мюрай. О, все остальные элементы. А, ну тут чисто, смотрите, тут чисто по Ламборгини. О, Порше. Порше, Мерседеси, Порше. Прикольно, надо посмотреть будет как-нибудь без видео. Не, машины прикольные. Ну, в общем, ребят, ожидаем на это новое обновление. Естественно, я также засниму ролик. Как только обновление выйдет, так сразу снимаю. Обязательно посмотрим с вами. Ну, конечно, стрим проводить я не буду, нафиг мне свой голос палить, в принципе. Ладно, ребят, ну давайте как-нибудь разнообразим этот видос, чуть-чуть там покатав. Где этот? Нет, подожди, а где? А, не-не-не, не здесь. Я же вот тут выступал, точно. Ладно, давайте здесь пока. Так, в процессе. Давайте за Макларен, что ли. Для начала прогрессивный и продемонстрируем ждите, возможно, все равно в несколько выдающихся соперников. Давайте сильно, ребят, с вами сегодня мы не будем гонять. Просто там пару-тройку гонок, и все. Пишите в комментах, что думаете. А, да, кстати, меня Серый спрашивал, с чего бы начать и с каких событий. Ну, смотри, думаю, тебе стоит начинать, ну, в принципе, просто с первых самых событий, то есть не трогая автоспорт. И просто катать карьеру в обычном автомобильном спорте. То есть не где там какие-нибудь Формулы-1 и все такое, а вот как обычные машины на дорогах, так сказать, что ли. В общем, сейчас гонку завершу, покажу потом вам. Ну, 10% уже. 5%! 5 соперников, вы что, поцы? Ладно. Кстати, что-то комментов мало под предыдущим роликом. И вы мне так и не ответили, что думаете насчет Real Racing Next. Вроде подписчики прибавляются, а видосы не особо так кто смотрит. В-в-в-в-по мне все подписчики, блин, накручиваются с моего легендарного видоса. Ну, не легендарного, а самого кассового по просмотрам, так сказать. Ё-моё, я их вообще... Во-во-во-во, догоняю. О, это ж этот... Широн Спорт? Так, Слепстрим. Это Широн, да. О, ё-моё. Давай, Слепстрим ловлю. Погнали. Я бы, кстати, на самом деле и собрал бы Широн из Лего. Мать твоё. Кёниг. О, боком-боком. Просто Дрист. Дрист чисто боком. О, давай-давай-давай. Хороший, молодец, мальчик. Ускоряй. Собака, три круга всего. Так, второй есть. Давай, затем. Давай-давай-давай-давай. Сена-сена-сена, ты можешь, ты можешь, я знаю. Слепстрим. О, есть элементы. А, надо что быстрее, Сена-GT-R. Эээ, вы серии... Погани. Подожди, Погани. Да, Погани, ребята. Зонда Революшн. Революшн же, да, вроде. Да, вроде Зонда Эр. Один круг, ребята, один круг. Давай-давай-давай-давай. Кочегарь, кочегарь, кочегарь. Само фото на превьюшку. Пуинк. Почти на сто процентов резину прогрел, кстати. Ты на Вейроне? Ты серьёзно? Ну, кстати, Вейрону, да, просраться даст Макларену, извиняюсь за выражение. Вейрон, да, Вейрон быстрее Макларена. У неё кобыл, блин, ё-моё. У Шерона не меньше. Кстати, а, блин, нет, я подумал, это, 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 ты же Дрифт из Трансформеров 4. Всё, обогнал. Ну, блин, это, это Вейрон Спайдер, это, она без крыши. Ну, Спайдер-версия, они всегда обычно без крыши. Ну, я обычных родстерами называю, хотя они, по-моему, и называются по-правильному родстеры. А на каком я месте, кстати? Что-то я вообще впереди ботов не вижу от слова. А есть, по-моему. Ну, а нет, это заграждение, всё показалось. А нет, вон, 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 впереди там кочегарит. Ну, ребят, думаю, да, обново выйдет, естественно, видосик запилю. На втором аккаунте, который создал давно, не то, что не недавно, давно его создал, я немножко ошибся. Память уже совсем отшибает иногда. Ладно, это не суть. Амелика, чё-чё-чё за тачка? Ты на Авентадоре СВИДЖИ, что ли? Или у тебя Хеноси Веном Ф5, который под 500 км в час, по-моему, кочегарит спокойно может. Или у тебя Агера обычная. А, у него Агера. Агера РС, да? РС, РС, да-да-да-да-да. Кстати, по-моему, в прошлом видео небольшая несостыковка со звуком вышла. Ладно, это, в принципе, ничего особо-то страшного. Не, мне реально интересно увидеть салон Левайтюра, как он выглядит. Я вообще хотел, чтобы Левайтюр добавили именно в какую-нибудь игру. А здесь, как вы знаете, детализация салона имеется хоть какая-то. Я надеюсь, они там его детализировали, а не как. А, это P1. Это P1 McLaren. McLaren P1 GTR. А там ещё и Вулкан. Астон Мартин. Мать, честная, два Макларена, кстати, только что. А, нет, это не Вулкан, это Порше. Офигеть, Порше, блин, путаю с Вулканом Астон Мартином. А, McLaren P1 GTR путаю с Кёнигсика ГРРС. Жесть вообще. Просто реально издалека. Порше показалось мне Маклареном. Ой. Порше показалось мне Вулканом, а Макларен и Кёнигсиком. Всё затащили. Всё зашибись. Сотлично. Да, заби... Восемнадцать. Офигеть, вы щедрые, конечно. А, всё, минус тачка. Ну, погонять уже не сможем. Пусть чинится. Пусть чинится. Пинакл Перформанс или Пинакл И Перформанс. Но, кстати, я не особо понял тему с Феррари. Возможно, это тупо новая раскраска для неё. Так, и так. Сначала нас ждёт автокросска. Нагонку ввели ограничения, так что оставайся на трассе. Ну, ребят, оставаться на трассе я буду в следующий раз. Давайте Кёнигсик, что ли, попроходим. О, и тут обгонять этих пилотов ещё. Давайте этапчик сейчас поменяем. Опа, на десять процентов уже прошёл. Ну, вот эти состязания закрыты, это понятно. Это мне машины надо покупать. Кстати, ну вот, смотрите. Вот, Серый, вот смотри. Берёшь, не в автоспорт заходишь, а в дорожную коллекцию. Вот, пожалуйста, тут тебе на выбор, он, завались. Ну, первый сезон, естественно, он закрыт, наверное, я думаю, будет. Потому что тут, ну, много каких машин требуется. А, естественно, любители, это уже, тут много чего будет открыто. Вот испытания серийного производства точно будет открыто. Насчёт международного чемпионата дорожных авто не знаю, но будет, по-моему. Вот это бессрочный, вот этот курс вождения, где тебе Mercedes, ой, BMW Z4 подарят на халяву. Да и всё, по-моему, здесь, как минимум, всё. В любителе профи, вот эта атака АВД, вот этот Hyundai i20 VRC, он точно будет. Он, по-моему, даже бесплатный, ну, как минимум, у меня вот бесплатный был. Ну, также, естественно, машины покупаешь, открываются всякие коллекции разные. Также с эти коллекции, там и также эти машины вот с этими эксклюзивными сериями связаны. Ну, вообще, я тут на самом деле жду Ferrari 296 GTB, по-моему, вот это новое у них. И SF90 страдали, и страдали Spyder. Тоже вот Spyder у них-то новиночка, вот тоже недавно вышла. Уже после, оно, уже после 296 GTB. Ну, тут хотя бы, вот что меня радует в этом обновлении, как минимум, пополнится вот коллекция Bentley. Вот где Bentley у нас? Bentley, Bentley, вот. Вот, то есть сейчас в Bentley только три машины. Это вот Continental GT Speed, старенькая такая, достаточно машина, как мир. Continental Super Sports, тоже старовато. Ну, и Continental GT3, которой у меня нет. И вот эта, по-моему, GT3, вот она новинка здесь. То есть более такая современная версия и новая. Ну, фары уже LED-овские явно. Да, текстуры, конечно, доставляют желать лучшего, но мобильная игра как-никак. Тут ладно, простительно. И вот добавят новенькую BMW, ой, BMW-шку, говорю, Bentley. Что-то связанное там с Chevrolet Camaro. В Chevrolet дофига просто тачек. Ну, Cobalt SS классика. Потом Camaro ZL1, он же Bumblebee, самый настоящий. Капот не оригинал. И фары, кстати, тут немножко текстуры, не те, которые должны быть. Corvette Stingray Z51, вот это классика. Так, у меня будильник прозвенел. Отлично. Corvette Stingray Z51. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, вот эта красотка была в Need for Speed Payback, если мне не изменяет память. ZR1, это старушка. Кстати, надо перекрасить его, потом будет. ZR1, потом у нас идёт SS, это уже NASCAR, самый настоящий. Good Year, все дела. NASCARская академия, да, по-моему? Это чисто тупо просто корпус на колёсах с мотором. Ух ты. Кстати. А, ну да, я и замечал вот эти вот хрень. Они типа тормоза воздушные, что ли. Да, NASCAR академия. Camaro SS 2017 года. Вот он, смотрите. Вот, пожалуйста. Ну, это же Bumblebee, ё-моё. Самый настоящий из последней части Трансформеров. Ну, в смысле из пятой части. Сейчас снимается новая, как бы седьмая, и там сюжетка идёт после сольника про Bumblebee, который считается шестой частью Трансформеров и всё такое. Но, по сути, это просто тупо сольник про Bumblebee, потому что шестая часть будет считаться, это если Майкл Бэйс снимет. Но сейчас вот эта, которая ведётся съёмка, там трансформеры восхождения звероботов, что ли. Короче, под старину решили косить. Типа, увидели Bumblebee хайпануло, Bumblebee там под старину так же делали. Вот Bumblebee хайпанул, и они решили делать. Новый фильм под старину так же. Там Optimus, реально, как настоящий из мультика 90-х годов. Мишка чуть другой. Во, Camaro SS, вот она. Но, по-моему, та немножко другая версия будет. Ну, это, по сути, вот эта Camaro SS, это тот же, тоже Bumblebee, по сути, из четвёртой части Трансформеров. Так же, если мне не изменяет память. Ребята, я же сказал, сегодня гонок особо-то не будет. А, это получить я его могу, Grand Sport Corvette. У меня круче этого Grand Sport есть. Щас, щас, пролистать надо. Во, 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 во. Не-не-не, не ты. Хотя ты у меня есть, и ты мне должна достаться бесплатно. Ладно. У меня, вот она, вот. Corvette C8. Это лучше, чем какая-то Grand Sport старая. Не, классику все уважают, и я, но новенькая, прям конфетка просто. Надеюсь, в новый Need for Speed добавят. Даже новые здесь есть Ладно Давайте сейчас еще глянь, чекнем коллекцию Бугатти А, всего шесть машин Ой, так ребят, тут же добавится И теперь еще и седьмая будет Хотя здесь не хватает По сути прямого наследника ЕБ-110 суперспорт Она же Ченто Диечи Бугатти Вот, Гранд Спорт Витес, вот она Тот самый дрифт без крыши Ну, Шерон, тупо классический цвет В какой он это был представлен Глянь, тачка красивая А, ну да, они переборщили с текстурой Карбона, о, полигоны Полигоны, это all inclusive Так, ну, следующая Дива Тоже я ее вообще выбивал Когда вот там она на испытаниях тоже была У нее красивый салон, смотрите, такая чисто Серо-синяя машина и салон В такой же стилистике сделан Машина красивая, реально Ну и теперь уже Ченто Ди, о, и Ля Вайтюр Нуар Уже добавится, а, ну Шерон Спорт Это тоже неплохая машинка Вот Шерон Пур Спорт, это уже получше будет Карбон, да, с текстурой карбона Переборщили явно Вот, кстати, по-хорошему сюда Надо еще вот в эту коллекцию Добавить Volkswagen Golf Club Sport Ну да, ну, Volkswagen IDR Это тоже прикольно, но е-мое, где Golf Club Sport, он же тоже гоночный ID Volkswagen Just Electric Машина реально прикольная Чисто такая вся карбоновая Агрессивная даже, я бы сказал Не, ну я тут не скажу, что Volkswagen Не умеет делать такие машины под спорт Прикольно выглядит С таким футуристическим вообще дизайном Ладно, сболтался я уже Ну вот и все, ребят, думаю, на этом пора заканчивать Ну что ж, мы с вами ждем обнову Всем спасибо за просмотр, с вами был Суперкот Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки Все, увидимся уже в следующем видосе Возможно, увидимся в видосе про обновления Хотя, какой возможно? Конечно же, увидимся Ладно, всем пока, котята Субтитры сделал DimaTorzok